Дальше два варианта. Или народ принимает изменения к этой Конституции, и у нас появляется обновленная Конституция, или он отклоняет эти предложения, и у нас остается старая Конституция. В этом весь ответ на вопрос, кому это выгодно и кому это надо. Потому что все сошлось на то, что это потребно только Лукашенко. Если уже откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен. У меня, как вы видите, есть масса вопросов, есть чем заниматься. Извините за нескромность, порой настолько их много, что даже посидеть там где-то дома, переболеть и так далее, нет возможности. Не могут вернуться мои сыновья, мои ребята, больше двухсот человек, я их не могу не встретить в аэропорту. И поручить никому это не могу. Поэтому не надо тут замыкаться на Лукашенко. Лукашенко свое сделал. Осталось основное принять Конституцию, изменить законы и законодательства, привести в соответствие с Конституцией. Но это мы сделаем. Это не проблема. Мы это будем делать, чтобы все знали с нынешним парламентом, с вами, с нынешними специалистами. Мы не будем искать где-то за бугром и доморощенных в том числе, они все здесь, специалистов для того, чтобы привести к логическому окончанию Конституционный процесс. Вот когда мы это все сделаем, устаканим, дошлифуем, если это надо будет, тогда, пожалуйста, приходите, будем формировать новые органы власти и жить дальше по новым законам и новым правилам. Но люди должны понимать, что ни в Конституции, ни в законах все не пропишешь. Конечно, Конституция, законы, образ жизни, опыт многих поколений, они формируют менталитет, характер народа. И это главное. Ведь мы с вами, ну, скажем, обычные люди, 90% живут же не потому, что они изучили Конституцию и знают законы. Они четко понимают, что можно, а что нельзя, что плохо, а что хорошо. И это формируется десятилетиями и веками. И это главное для любого государства, для любой страны, для любого народа. Конечно, каждый год десятилетия привносит что-то новое. Новые штрихи. Мелкие, средние, крупные. И вот так потихоньку формируется тот образ жизни, который присутствует тому иному народу. Я это говорю для того, чтобы все понимали. Много примеров, которые не относятся к Конституции, а не относятся к законам. В подзаконных актах это все должно быть урегулировано. И так как меняется жизнь, будут меняться и законопроекты. Но желательно, чтобы Конституция носила более стабильный характер. Поэтому не надо пичкать в нее детали. Детали это для законов и даже не для них, а подзаконных актах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова